Спортивный социальный час. Под таким названием в спортивных клубах Люберец проходят бесплатные тренировки. Благодаря этому проекту заняться физподготовкой могут все желающие подростки. На одном из таких занятий побывала и наша съемочная группа. Мне эта тренировка позволяет развить силу, выносливость. Мне очень нравится эта тренировка. Раньше Фазыл Вердиян занимался только единоборствами. Проект «Спортивный социальный час» позволил парню узнать, что такое силовые нагрузки и функциональные тренинги. Такую уникальную возможность заниматься бесплатно предоставил Люберецкий спорткомитет совместно с общественной организацией «Русский лад». В первую очередь мы хотим задать тон здорового образа жизни, показать, как стоит вести себя в жизни. И тем более для подростков очень важно, превозмогая себя физически, люди растут духовно. Они могут чувствовать себя более уверенно в жизни, во взрослой жизни. В рамках проекта один час в неделю залы нескольких Люберецких клубов становятся территорией спорта для подростков, пенсионеров и любителей боевых искусств. Занимаются жители, конечно, не сами. Тренировки для них проводят сертифицированные профессионалы. В этот раз, к примеру, наставник показал ребятам технику общеукрепляющих базовых упражнений, которые помогут им в будущем в любом виде спорта. «В моё время, когда я рос, не было такой возможности ходить в спортзал, приобретать какие-то бесплатные уроки благотворительные, ходить на такие площадки, которые сейчас имеют дети. Поэтому хочется внести немножко радости, чем-то быть полезным». Кроме того, что Андрей Сухин – профессиональный тренер, он ещё и актёр театра и кино. Простые тренировки он совмещает с элементами сценического мастерства. Оттого и ребятам заниматься интересней. «Спортсотчас» – это один из многих проектов «Русского лада», реализуемых на территории Люберецкого округа, который подаёт пример как другим общественным организациям, так и спортивным клубам. «Мы бы хотели пожелать, чтобы фитнес-клубы городского округа присоединились к нашей программе «Спортсотчас» и выделили хотя бы по возможности один час в неделю для того, чтобы жители округа молодое подрастающее поколение могли прийти вечером в тренажерный зал, позаниматься, получить какую-то компетентную рекомендацию от тренера». Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.